Идея создания конкурса-фестиваля на экологическую тему возникла еще 4 года назад. Основными организаторами его являются отдел образования Чугуевской регусадминистрации и районный центр детского и юношеского творчества. Конкурс такой, фестиваль, он даже не конкурс, это фестиваль, потому что он проходит на уровне всей Украины. И поэтому первоначально, конечно, это область, и мы поддержали эту инициативу, очень понравился. И этот фестиваль стал уже для наших детей традиционным. Поэтому уже с 1 сентября, то есть когда еще составляется план массовых мероприятий с учениками, дети уже знают, что этот конкурс будет. Фестиваль уже второй год проводится в стенах ЧБЛК. В этот раз основной темой мероприятия была защита животных, занесенных в Красную книгу, которые проживают в нашем районе. Все то, что происходило на сцене, это уже конечный результат творчества агитбригад, то есть визитная карточка или презентация. Основная же работа проводилась на протяжении всего года. Это уборка территорий, строительство скворечников, насаждение деревьев и многое другое. В экологическом конкурсе участвуют ребята 6 по 11 классы. И в этом году все 22 школы приехали на фестиваль. Как готовились за три дня, можно сказать, приготовили номер, ну как, это про защиту животных. На таком мероприятии я еще не была, ну конечно, настроены на самое лучшее, то есть надеемся, вот так вот. Это как защита животных, просто мы за животных. Каждая команда по-своему пыталась донести до зрителей главный смысл экологических вызовов, которые возникли перед человеком сегодня. Нужно во что бы то ни стало сберечь свой дом. Кто-то рассказывал об исчезающих видах животных, насекомых и птиц в нашем районе. А некоторые, как например ученики Кочетокского УВК, смогли своим театрализованным выступлением проникнуть в душу каждого. Здравствуй планета, здравствуй земля, ты маленькая какая, ты мне нравишься, твои поля, луга и океаны, все радует меня. Зеленый патруль, именно это имя носит команда Кочетокцев, показали, как ежедневно мы сами потихоньку уничтожаем свой дом, свою планету. Чернобыльская катастрофа, авария на химическом заводе в Италии, выброс санистых соединений в Индии, заражение питьевой воды в Бангладеше, глобальное потепление. Если не остановиться сейчас и не начать что-то делать, через 50 лет и даже раньше может произойти необратимое. В зрительном зале после этих слов наступила звенящая тишина. Лариса Ивановна говорит, что этот конкурс учит молодежь заботе об окружающем мире. Это конкурс коллективов экологического просвещения. То есть это ребята показывают не просто свое умение представить свою экологическую работу, а и презентуют именно то, что они сделали, для чего они делают и какие результаты они имеют после своей работы. Те действия и те заходы, которые проводятся в закладах освіти района, для того, чтобы защищать природу, защищать и не допустить вымирания тех или других видов тварин или растений. За выступлениями участников пристально наблюдала компетентная жюри во главе с начальником отдела образования Евгения Ляховича Зверевой. Что же для них является решающим фактором при выборе победителя? Новизна, подача, яскравость подачи материала и работа, которая проводится до того, чтобы было видно, что в подготовке до захода проведена большая работа. По итогам конкурса призовые места распределились следующим образом. Первое место досталось чкаловцам, вторую ступень пьедестала разделили между собой Старогнелицкая школа и Введенский УВК. А малиновцы и коробочкинцы заслуженно получили бронзу. Не остались без специальных грамот и другие команды. Каждая из них была отмечена в номинациях. Оригинальность костюмов, зарежиссуру, компьютерное сопровождение и так далее. А все ребята получили сладкие угощения от Чугуевской райгосадминистрации. На этом ежегодный экофестиваль еще не закончен. Следующим этапом станет участие победителей в областном конкурсе.